Добрый вечер, дорогие телезрители! И снова с вами еженедельная информационно-аналитическая программа «Де Факто». Как всегда, наша программа идет по формату 3.3.30, где мы обсуждаем три значимых события этой недели, отвечаем на три вопроса и на все про все у нас есть 30 минут. В студии с вами экономист Чаргал Сайхан и я вас ведущий на Ранбан. Добрый вечер. Итак, чем отличилась прошедшая неделя? Президент Монголии Халтмаген Баттога посидел в США с официальным визитом. Означает ли это, что монголо-американские отношения вышли на новый уровень? Почему видеообыска служебных комнат, коррумпированных госслужащих показали именно сейчас? Успешно ли проходят социально-экономические реформы? Итак, без сомнения, официальный визит президента Монголии Халтмаген Баттога был самым значимым событием этой недели. Накануне визита Белый дом в своем официальном обращении, эффектно назвав Монголию «жемчужной между двумя раковинами устриц», выразил свою готовность к углублению сотрудничества между США и Монголией в целях укрепления безопасности и содействия процветания обоих стран. Во время визита произошла встреча президентов один на один. По итогам визита страны договорились подписать так называемый «торговый закон третьего соседа», который был внесен конгрессменом Тедом Йохо в конгресс в апреле 2019 года. А также Монголия и Соединенные Штаты провозгласили, что отношения двух стран достигли стратегического уровня и договорились вывести партнерство из-за рамок политического сотрудничества и сфокусироваться на укреплении экономических взаимоотношений. В связи с этим у меня первый вопрос и самый сложный вопрос. Как вы подытожите главные достижения официального визита? Во-первых, самое главное достижение этого визита, на которое два министерства иностранных дел, которые были приготовлены очень долго и скрупулезно, и в отношении двух стран достигли до стратегического партнерства. Это самое главное. Президент Паттолга, до того, как он встретился с президентом Трампа, поступал из лекции в Центре стратегических исследований в Вашингтоне, в котором как раз и говорил о нынешних уровнях отношений двух стран. У нас политические, культурные, между людьми отношения с Соединенными Штатами развиваются очень четко, хорошо, очень сильно. Но, однако, экономическое сотрудничество действительно довольно сильно отстает. В торговом обороте Монголии Америка занимает только до 2%. Согласно документам, представленным в Конгрессе, значит, отношение торгового оборота двух стран в 2019 году было 707 миллионов долларов, а в 2017 году достиг всего 82 миллиона долларов. И из них из Монголии Америка получает 9,4. И поэтому экономическое отношение нужно развивать. И президент предложил определенную отрасль, где Америка может сделать лучшие условия для экспорта этих продуктов в Америку. Еще он отметил, что в Монголии мы и так не можем оставить наших частных компаний конкурировать свободно, потому что в наших соседних странах в основном доминируют государственные компании. Есть у нас другие возможности развивать экономическое отношение. Спасибо. Какие изменения ожидаются в экономике Монголии после принятия Конгрессом закона, торгового закона третьего соседа? Вот одна из задач этого официального оппозиции была тоже помочь, помочь этой компании, этому закону более получить распространение среди американцев, американских конгрессменов. Это речь идет о кашмии и кашмии и шерсти. Почему? Потому что эти продукты из Монголии. Значит, от пяти до двадцати процентов пошли в штатах. Монголия производит почти половину мирового кашмира. И только десять процентов из того, что мы забираем, мы перерабатываем. 90 процентов продается в Китае как ресурсы, как сырье и материал. И поэтому, если мы продадим немножко побольше, если мы не платим эти импортные пошлины в Америке, то они могут быть более конкурентоспособными, что нам даст возможность более развития этой отрасли по переработке кашмира. И что еще и президент предлагал, как раз это была одна из центральных тем, разговоры между двумя президентами. Эта отрасль очень еще важна, потому что это дает возможность сохранить нашу культуру кочевников. и создаст где-то около сорока до пятидесяти тысяч рабочих мест, в основном женщин, которые работают в этой отрасли. Из-за всего этого определенные члены конгресса, их двадцать два, поддерживают этот законопроект о, как бы сказали, торговый закон третьего соседа. Третьего соседа – это термин, который Монголия использует, потому что у нас всего два соседа. И все остальные другие соседей мы называем третьими соседями. И эта терминология, кажется, уже принята в Америке. Конгресс же не может создать один закон для одной страны. Однако это само название почти предполагает, что это Монголия. Потому что это, например, о торговых, значит, других льготах, которые очень трудно обсуждать в это время, когда торговая война идет между США и Китаем, и определенные есть вопросы США, Мексика и так далее. И поэтому вот это имя вряд ли, то что вряд ли, но это закон пройдет через Конгресс, и Сенат никто не знает пока что, но если в случае чего, если не пройдет, то, может быть, это превратится в отдельный акт «preferred system». То, что такое у нас торговое отношение, торговые условия с Европой, которого Монголия не могла полностью использовать, потому что продукты из Монголии в Европу, значит, получают или полностью стопроцентные льготы, или определенные льготы в Европу. Поэтому, не знаю, Монголия будет ли использовать эти льготные условия, которые, если закон подтвержден, даст Монголию. Закон был, значит, предложен на обсуждение Конгресса именно один год назад. Мы надеемся, Конгресс принят этот закон для Монголии. И некоторые СМИ отнеслись с большой критикой к компетенции МИДа по подготовке к столь важному визиту, да, например, конфуз переводчиков. Как вы прокомментируете это? На самом деле это произошло во время Лихтий. После того, как Лихтию президент прочитал, перевод был нормальный. Через приводчика, кабине из приводчика дошло правильно, нормально. Но когда вопросы и ответы были, потому что это на монгольском языке, аудитория полностью американская, чтобы сэкономить время, подошел человек, который из президентского офиса рядом, и у него на ухо говорил очень быстро и тихо, говорил о том, о чем вопрос. И президент должен был говорить на микрофон. Ничего он и не сделал, он стал говорить ему, тоже на таком же, в этом же, чтобы сэкономить время. И получилось, что этот переводчик был не совсем, он не должен был перевести, потому что переводчик здесь стоял, у микрофона на подиуме. И тот микрофон сказал, что поскольку президент не говорит на микрофон, переводчик, который стоит на подиуме, сказал, что я не могу слышать. И тогда президент стал ему говорить, и ему пришлось привести ответы президента. Однако там никакого серьезных ошибок не было. Конечно, каждый из нас, если я приводил много лет... А чтобы перевода не было, да? Ну, привода был, он приводил тоже то, что говорит президент на микрофон, переводчик. Такого принципиальных ошибок не было, но более было больше шума по этому вопросу, что даже говорили, что переводчики Министерства иностранных дел Монголи не пришли и так далее. И нет. Люди там были все на своих рабочих местах. И даже нужно сказать, что Министерство иностранных дел и наше посольство в Пашингтоне, все эти ребята работали хорошо и скрупулезно и очень четко. Из-за этого, ну, на таком уровне визит, провести на таком уровне и так блестящим... Организовать. Да, огромные усилия работы. И я думаю, что наши дипломаты сделали доброе и хорошее дело. И даже президент, вместо того, чтобы 15 минут визита, встречи с двух президентов, это произошло на самом деле три раза больше. Больше сорока минут. Более были президенты предположены к таким дружеским разговорам. Монголы даже подарили младшему сыну президента, которого эту лошадь назвали сам Трамп викто. Виктори. Все это человеческие отношения наряду с официальными всеми разговорами. Я думаю, что визит был очень прекрасный, хороший визит. Я сам по своему опыту знаю, что период очень тяжелый, поэтому отнесемся к пониманию, к таким маленьким, скажем, форс-мажорам. Да. Переходим ко второму событию. Антикоррупционное агентство в рамках работ по просвещению о вреде коррупции предоставило обществу два видео. О задержке коррумпированных госслужащих, что естественно вызвало резонанс и негодование общества. На первом видео видно, что при обыске служебной комнаты начальника отдела автотранспорта Д. Бадбайера нашли 25 миллионов тугриков наличными и установили, что при выдаче спецлицензии начальник отдела получил 57 миллионов тугриков. Наказание более чем мягкое, кстати. Три года лишения прав госслужбы и штраф на 6,5 миллионов тугриков. Главные герои второго видео бывшая глава главного управления профессионального контроля госпожа Ацая и начальник экспорта и импорта того же управления господин Баирса. И снова при обыске там нашли наличными 230 миллионов тугриков, 152 тысячи долларов США и 77 тысяч юаней. Наказание тоже, 5 лет лишения прав госслужбы и штраф на 40 миллионов тугриков. Видно, что обыск происходил в 2017 году. Почему сейчас показали вот это видео? Очень интересный вопрос. Очень интереснее огромного интереса видео. И это, конечно, шокировало людей. И люди же имеют такое абстрактное понимание, как эта коррупция работает, как на самом деле происходит. Четко показали, как это происходит. Видимо, только тот, кто давал эти взятки, сообщил немедленно, и они вовремя зашли и тут же у одного в носках нашли этих 10 тысяч долларов. Но на самом деле в Монголии нужно серьезно работать, серьезно бороться с такими негативными явлениями, как коррупция. Я думаю, что нужно много учиться у китайцев, где большого ранга чиновников называют тигры. А маленького, низкого уровня чиновников называют они мухой. Мухой. А, мухой. И их стратегия такова, что сначала нужно взять тигров, заслужить их наказание и это даже не получить. И несколько тигров, значит, были наказаны смертной казнью в Китае. И с 2019 года, когда Китай начал широко штабную борьбу против коррупции, всего 1,5 миллиона людей были наказаны по поводу коррупции. И что и не можем сказать насчет Монголии, потому что наши тигры и мухи одинаково не наказываются. И те, которые показали, вы говорили, это несколько маленьких мух, которые получили эти деньги. Однако нужно сказать, что эти люди не получили никакого наказания. Они даже, только один, значит, будет отстранена от работы, а другие даже не наказали, потому что есть такой срок, следствие закончится. За равность и срок. За равность и срок. За равность и срок. Их нету тигров. Их очень много. И даже настолько сильно защищают этих тигров, например, они создали специальный закон, например, закон о просрочении, просрочении, да, срок следствия, они очень быстро заканчиваются, они закрывают дела, и люди ходят, эти тигры идут, как ничего не произошло. Это, во-первых, показывает, во-вторых, есть другой закон по прощению огромных денег, амнистия огромных денег, которые люди, если декларировали к определенному времени, никакого вопроса не будет государства, и даже государство будет сохранить их тайну. Это было три года назад, и я думаю, что многие политики, тигры использовали этот закон, сделают свои незаконные доходы законными. Ну, это очень печально, конечно. Как выразился официальный представитель антикоррупционного агентства, видео показали в профилактических целях. Насколько эффективно наказание в виде лишения прав госслужбы или денежного штрафа? Видимо, очень мало. Это, конечно, лучше показать, эти видео, чем не показывать. Да, абсолютно. Потому что люди сейчас получают и реальное понимание, что это за коррупция. Во-вторых, и другие будут бояться, особенно мухи будут бояться. И я думаю, что тигры уже не боятся, потому что они защищают себя довольно крепко в этой стране. ОЕСД, как мы знаем, организация экономического сотрудничества в 2015 году выпустила 19 рекомендаций по искоренению коррупции. Всего одна рекомендация была реализована, к сожалению, в Монголии. Что это за единственные рекомендации? А почему не сумели остальные 18 реализовать? Ну, это было просто создание определенной структуры, которая отвечает за коррупцию. Они создали структуру, но любая структура, если это не работает, то зачем все это дело? И из них 19 рекомендаций, 18, но 5 из них наполовину, и они к 19 добавили еще около 10. И последние было 29 рекомендаций, которые Монголия должна выполнить, но, однако, нет наказания, если не выполняет, потому что ОЕСД с 1993 года антикоррупционную деятельность ведет, и Монголия превзойдет к этому в 2019 году. Это означает, что мы получаем их. Они проверяют, как мы боремся с коррупцией, дают определенные рекомендации, что они и делали, но, однако, а еще один добавили к этому, сама политика борьбы с коррупцией, и как предотвратить коррупцию, и, в-третьих, какого наказания идут, какое, значит, криминальное наказание есть, ответственность они будут внести после того, как они их объявили. Уголовную ответственность. Уголовную ответственность. Уголовную ответственность. Также я был на этом семинаре, на этом собрании, где они познакомили эти рекомендации, и что отрадно ее очень хорошо, что они включили эти рекомендации об открытии транспарантности и партийных финансирования. И мы находим, что партийное финансирование в Монголии является началом всех коррупций в стране. Абсолютно. И слава Богу, что они сделали этот раз. А я хочу специально сказать два вывода, что они сделали. Они сказали, что вот этот срок следствия слишком короткий, и много более и больше и больше государственных чиновников получает иммунитет. И что и правда, потому что наши все члены получают иммунитет, и другие много высокопоставленные чиновники тоже имеют такую иммунитет. И именно потому что срок следствия очень краткий, много тигров и мух освобождаются от их криминального наказания. Во-вторых, очень интересные они сделали, очень важные выводы, что прокуроры в Монголии имеют очень специфичное право. Они могут закрыть дела до суда, криминальные дела до суда. Что это такое специальное право, они прокуроры имеют? Спрашивают. И действительно это мы и спрашиваем. Например, в этом году, в 18-м году, значит, около четверть криминальных дел не дошли до суда. Они были закрыты, дела были закрыты прокурорами. Это было 40%, сейчас 25%, но год назад это было 40% дела не дошли до суда. Что за такой прокурор, что за такой судья, что за такая система в стране. Из-за того, что коррупции много в этой стране, экономика не развивается, как мы ожидаем, не дается хорошая возможность, нормальная, определенная возможность конкурироваться между компаниями. И из-за этого, значит, люди уезжают из страны. Если было в прошлом году около 150 монгольских граждан за рубежом, в этом году это достигло до 2000. 200 тысяч. Это довольно много. Большое количество для трехмиллиона населения страны. Спасибо. У нас остается мало времени, и коррупция всегда плохо, коррупция убивает монгольское государство. И самая последняя тема. Очередной транш в 100 миллионов долларов был подтвержден Всемирным банком для поддержки социально-экономических реформ, проводимых правительством Монгол. Как мы знаем, в 2017 году Всемирный банк запустил программу поддержки по улучшению управления экономикой, которая была нацелена на восставление долгового состояния, укрепление системы управления макроэкономикой и социальной защитой, и повышение конкурентной способности экономики. 100 миллионов долларов – это большая сумма для экономики Монголы? Да, это по всем параметрам, да. Но однако обсудить, если по тому человеку, у которого в носках нашли 10 тысяч, значит на 10 тысяч чиновников хватит по такому же количеству. на самом деле эти деньги, если они идут на улучшение экономических условий, то на конкурентоспособность страны, то это хорошо. Однако у нас государственные расходы остаются все-таки высокими. И особенно это будет неэффективно, потому что когда государство получило большой, они выпустило бонд, получило много денег, мы не знаем, как они использовали до сих пор, я имею в виду бонд Чингисхан, Чингисхан-бонд, который, значит, где-то полтора миллиона долларов экономика государства получила, и мы до сих пор не знаем самый точный отчет, куда это произошло, куда они ушли, как они использовали. Мы знаем, однако, что несколько было чиновников, которые были виновниками неправильного использования этих денег, но однако эти чиновники до сих пор и живут на воле, ходят на воле, и их жизнь проходит так, как бы ничего не случилось. И, к сожалению, мы это большой ценой, значит, заплатили этот долг. Это был коммерческий бонд, и то, что в Монголии было почти при грани банкротства, тогда Международный валютный фонд, Мировой банк, они помогли, давали деньги, деньги в каком плане? Они, значит, деньги, льготные условия, где-то меньше одного процента в год, вместо того, чтобы восемь процентов было. И тогда государство было в большом долгу на внутреннем и на внешнем рынке. На внутреннем они, государство выпустило облигации с процентными ставками больше, чем банковские сбережения, что и с банками государство вместе ограбили нас, людей, потому что больше у нас процентные интересы в Монголии особенные сбережения высокие, около 14-15%, кредит на займ на 20%, и тогда вот на этом уровне государство имеет долг, очень было тяжело экономике, и поэтому они помогли, и этот раз второй транч переходит, но с определенными условиями. Конечно. Сумело ли правительство Монголии за последние два года обновить макроэкономию? Или рост экономики более-менее связан с другими факторами? Рост экономики, когда наблюдается? Наблюдается для экономики, как в Монголии, когда цены растут на уголь и мед, на полезные ископают. Но, однако, это не всегда, потому что их цены всегда волатильные, периодически меняются, циклично. И создала ли в Монголии другая отрасль, кроме безрождения горной промышленности? Еще нет. Особенно большое нужно делать работу по оздоровлению скот, потому что из-за этого Россия, например, не импортирует наше мясо, из-за того, что у них недостаточные доходы, значит, пастухи оставляют свои земли, приезжают в Уламбатар и покупают старые приюсы, и делают больше движений. Бомбят на улицах. Поэтому, когда вопрос идет о оздоровлении экономик, произошло или нет, мы должны это измерить по стойке, рабочими создается. Рабочие места же создаются частыми компаниями, а частым компаниям становится еще тяжелее, потому что государство увеличивает таксы, налоги, например, на социально-экономические нужды и так далее. Каждый год они увеличивают на один процент. Короче говоря, одна треть той денег, которые идут на одно рабочее место, идет на государство одна треть. Она становится больше и больше тяжело для частной компании. Из-за того, что из-за этого рабочие места не создаются, Монголия уезжает в Корею и в другие страны за рабочие места, где они платят больше. И не знаю, как долго это будет продолжаться, пока Монголия убегает из страны. И самый последний вопрос. Я хочу, чтобы Вы ответили быстро, потому что у нас туго со временем. Что успело сделать и не успело сделать? Вернее, что не сумело сделать нынешнее правительство? Такой большой вопрос, на такой маленький. Я знаю, время очень тяжело, конечно. Но, однако, еще раз. В Монголии нужно избавиться от коррупции. И без этого никакой экономической прогрессы не будет в этой стране. Потому что они будут воровать. Мы должны остановить, если они остановятся. Самое лучшее, что это правительство может сделать, это остановить и наказать тех, кто корруппировали. Наказать и тигров, и мух. Без этого экономического прогресса в стране не будет. Спасибо за внимание. Увидимся на следующей неделе. И коррупция это всегда плохо, плохо, плохо. Она убивает монголов и монгольских государств. Спасибо за внимание. Самое большое то, что мешает нашему прогрессу. Спасибо Вам за то, что привели время с нами. Спасибо. Спасибо. Игорь Негода. Редактор субтитров А.Семкин